всем доброе утро всем привет сегодня у нас суббота 20 января вымыла волосы сделала легкий макияж и уже на кухне 9 утра я замариновала картофель как говорила вам вчера оливковое масло соль перец и приправа для картофеля и чуть-чуть сухого чеснока включаю духовку 180 градусов пока нагреется картошка замаринуется и размораживаю тесто выложила на противень вместе с мясом и отправляюсь запекаться макияж 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 вот такое мяско получилось я уже переложила в другую форму неудобно будет разогревать духовке и вот так выглядит жульен уже готовый тоже потом просто разогрею и все это еще пол у фабрикат подавать на стол буду она достается эта корзиночка легко и уже корзиночки буду ставить на стол ебать решили поставить стол в зале потому что на кухне мы не поместимся но в двери стол не проходит поэтому лёша откручивает ножки сейчас будем сюда его переносить и Субтитры создавал DimaTorzok И приготовила еще вот такой салат Пекинская капуста, кукуруза, яйцо, свежий огурец и зелень Зеленый лук, петрушка, укроп Все это перемешиваем и добавляем соль, лимонный сок и оливковое масло Я еще добавлю черный перец Все это перемешиваем и кайфуем Гости уже пришли, много, 9 человек Ну вместе с нами 9, так что сейчас будем рассаживаться Газовый рецепт Апироль, апельсиновый сок, лед и трубочка Апироль, апельсиновый сок, лед и трубочка Самая главная труба Апироль 50 сока, 100-120 Ну короче такой, на глаз мы вкусный Апироль, апельсиновый А ты куда пришел? Я попробую, вкусно вам или нет Давай А то предложил, да? Ммм, вы пробовали, нет? Я пробовала Горчинка такая, апирольская Ну, такой класс Водки много уже выпил, уже водка не лезет То можно так потихоньку посербовать Ну вот и все Гости уехали Буду сейчас разбирать грязную посуду Спасибо, посудомойка есть Так что это будет сделать очень легко А тетя Валя, кстати, привозила тортик Сейчас я вам покажу Вкусненький, нам понравился Так, вот такой Дива Рошен Вкусненький Тут еще кусочек остался Сейчас я вам покажу, какой он в разрезе Вот такой Вкусненький Все сытые Накормленные Всем все понравилось Жульен очень вкусный был Холодец Надежда Ивановна привезла тоже Обалденный И шуба вкусная В общем, все наелись Много разговаривали Мы слушали музыку Вспоминали И слезы на глазах были Ну, в общем Душевно посидели Спасибо вам, дорогие зрители За поздравления Алексей Ему очень приятно На некоторые комментарии До того, как приехали гости Он успел ответить Ну, может быть, еще сейчас Все уберем Леша пошел провожать гостей Вот Может быть, еще туда Ближе к ночи Еще поотвечает На ваши комментарии Спасибо большое Я все прочитала Нам очень-очень приятно Спасибо, что были сегодня с нами Гости у нас молодцы Помогли мне снести всю посуду Я уже посудомойку загрузила Сейчас перенесем стол на место Наконец-то вышла Алиса Кекс Они прятались все это время Я перепутала А Кекс спал вообще Не, он все равно боялся Он хоть в туалет сходил Да Я показываю Смотрю Леша провел гостей Вернулся Все нормально Чай или кофе будешь пить? Да Водку Они о ком и виски Спасибо большое за поздравления Мне приятно Я там по возможности всем поотвечал Там сейчас что-то еще резина мне скинула Но она давно скинула Просто не было времени Я сейчас зайду Ну мне пришло оповещение Где-то она меня поздравила Сейчас я зайду Да Просто гости Все вот это вот так Все первый раз у нас И короче все вот так Всем декорку посмотреть дом 69-го года Квартиру вот это все Оцелить Ну короче всем спасибо Да Мне приятно Ну кому хорошо А Степка не боялся Степка всех поперелазил Бабушка его увидела Да Да бабушка в шоке Макс тоже сначала боялся Потом уже не боялся Ну да Фиксик сырка подъел Да Фиксик подъел Надо уже и тебе порожняться Да Фиксик Пошли Пошли в туалет Пошли Дедушка Сережа Прям линджордж майку Мне понравилось Бородка Так цивильно Класс Пойдем 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 Короче ждут нас гостей Вовы да В Дзержинске У них там тоже сегодня Садятся Посиделки Посиделки Да Только позвонил Вово мне Мы только Ну они звонили Поздравляли с Аней По видеосвязи Мы созвонились Они уху валили Крывышки жарили Что-то там еще Короче Ну тоже Крещение Хотят отметить День рождения Короче Андрюха Поздравлял А распаковку Сделаем подарка Да Открою Покажу Я вместе С Вовой И Саней Леша Подарили его Такую Мечту Да Можно сказать Давно хотел Давно хотел Но как-то Никак не доходил Нашло Теперь подарили Теперь класс Уже Не хочу Уже Есть Мама И тетя Подарили Денежку Леша Нужно Менять Телефон Потому что Уже Глючит Капец И что Это Кто Разрешал Ты уже Один Фиксик Забирает Мячики Что такое У Степки Место Иди на место Иди на место Исик 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 Я тебя заберу Так у него С рта Его достать Невозможно Я его желтый Забрал Я его хотел Достать Вообще Он его как-то Зубами Зажимает И И не думай И не думай Вообще Нельзя Нельзя И даже Не смотри В ту сторону Куда пошел Делаем Делаем Распаковку Подарка Мне подарили Подарок Юля Вова Аня Вовчин Брат Мы с женой То что я хотел Все время Но никак не мог Купить В общем Как не мог Купить Как бы И мог Купить Но вот Когда все Было нормально Не доходили Руки Я этим Так сильно Не занимался Сейчас Как бы Оно мне Необходимо Ну как бы Жаба давит Себе купить На другое Там деньги надо Ну вот Решили мне Подарить Такой подарок И теперь Я самый Счастливый Человек На свете Мне не надо Больше ничего Степа Вот кто-то Еще идет С нами Распаковывать Да Степаний Степаний Подвигайся Свой Толстый Задний Отсек Такие Тут эти Ну Инструкции Все такое В общем Скажу сразу Женщинам Это Девушка Мне интересно Это паяльная станция Это то же самое Как для девушек Делать ногти Вся вот эта вот Бурбитура Только для мужчин Вот так она выглядит Запакованная Все Запах Нулься Ну Распаковка Насадочки На фен Кстати Можно волосы Сушить Если что Ничего Там 400 По моему 50 градусов Ну Там можно Отрегулировать Сколько надо Подставочка Под паяльник Такая Фиброчка Протирать Жала От нагара Это под фен Я так понимаю Крепеж Ну сюда фен Лучше Сейчас все покажу Судя по проводам То тут еще есть Какой-то тестер В нем Встроенный Ну то есть Как бы Или блок питания Там Лабораторный Встроенный Станции Ну такой Не мощный Ну Типа Для такого Мелкого Чего-то Хватит Померить Замерить Шнур питания Выбирали мы свой По видеосвязи По обзорам Я ему скидывала Обзоры Он мне скидывал Обзоры Фирма Кстати Яхо Гарантия Вот гарантия На нее Яхо Яхо У них вообще Интересное название Китайцы Паяльничек Вот с таким Штекерком Пластиковая защита Тут жало Оно съемное Его можно менять Вот таким образом Вот Включали Проверяли Уже видно Что он работал Ну Юля там Когда забирала Она все хотела Мне раньше Это вдруг что-то Говорю Ну две недели есть Они там Девочки Короче ее проверяли На розетке В магазине Девочка с девочкой Девочки проверяли Паяльную станцию Ну нормально Все мы проверили Все нормально Попаяли там Полудили Мужики кстати Засматривали Понятно На девочек На паяльничек А на паяльнюю станцию Какие-то мужики неправильные Ну я бы тоже на паяльнюю станцию смотрел Потом Это фен Вот эти насадочки Это сюда И собственно Сама станция Теперь проблема Место же ей надо найти Где ее тут Расположить Я же не буду ее постоянно В коробочку Если я буду убирать Постоянно в коробочку То я как уберу Мне просто ленивые Я не люблю В коробочку С коробочки В коробочку Я ее как уберу В коробочку Буду паять Паяльничком Он у меня легенько так лежит Достал и все Поэтому ее надо расположить Чтобы она была под рукой Вот такая она Красивая Ну что я тут вижу Включить паяльник Включить фен Обороты фена Ну это Вентилятора Больше-меньше Температура выставляется Фена Тут модель Вот 853D Да Яхоа 853D Температура паяльника Самого И как я и говорил Тут есть 1А Да Ампер По шкале 1А И тут По вольтажу Это регулировка Вольтажа От 0 до 15 Вольт Можно выставить Напряжение И максимум 1А Какое тебе надо Там если проверять Что-то какие-то ремонты делать Тебе надо подать Какое-то напряжение Там вольт Пол вольта 2А Короче до 15А Плюс тут еще есть Тест вольтаж И он у нас Вот тут написано 35 Вольт То есть я понимаю Что вот это Подается напряжение Отсюда А вот этим Можно мерить Напряжение Ну то есть Обычный тестер Постоянного тока До 35 Вольт До 35 Вольт То есть работает Это Сейчас Я так понимаю Ну как в обычном тестере Мужики понимают Я думаю Кто в теме Кто не в теме Конечно Тут тоже не поймет Но Работает Я это понимаю Вот так Если тебе надо Дать напряжение На плату На какую-то Это общий корпус Земля Вот Втыкаешь сюда Переключаешь Выход И тут Выставляешь Сколько тебе надо Если тебе надо Померять напряжение Общий ты оставляешь Этот переключаешь Сюда на плюс И тут переключаешь И тут ты меряешь До 35 Вольт И опять же Тут на шкале Все это дело Показывают И скорее всего Еще вот тут Это дело показывают На цифровом табло А все На цифровом вольтаж Вот это амперы Тут показывают ток Тут показывают вольт все понятно все теперь я все понял да вот один ампер для тока цифровой для вольт ну так вот вольт да да я теперь уже увидела сначала вижу что что я сам глазами за потом уже вижу что написано как было так вот вот сюда подключается паяльник фен фен у нас не съемный фен у нас монтирован намертво сейчас включим сейчас я прикручу для фена вот два болтика прикручивается вот это вот подставочка а паяльник этот понимаем рядышком ставится на вот эту подставку тут я не вижу он прикручивается в общем собрал я станцию вот так это все дело выглядит я конечно когда гарантия закончится равно как не будет эту штуку сюда приспособлю прикручивать дырочки есть потому что вдруг так надо переставить все вместе так вот это вот неудобно упадет паяльник прожжет тебе штанину там или еще что-нибудь но короче всего собрал подключил второе неудобство ну это тоже прижимут на фене насадочка вот эти вот болтики надо закручивать хомутики они торчат еще ну как бы блин обычно я знаю что они одел снял одел снял тут чуть-чуть но я думаю мне это рода не сыграет остальные я такую поставил сегодня тут есть еще такое такая маленькая еще есть квадратная в общем да все включаем сзади кнопочку нажимаем об станция пикнула все загорела сейчас она протестируется 280 вот это паяльник вот сейчас начнет на год начал набирать нагревается быстро вот уже пошел да уже все рукой держать нельзя 280 до наберет 208 тут это обозначать этот понял когда она загорится или когда она потухли когда загорится это уже будет четко 280 градусов и уже можно будет понять ну и паяльник тоже регулируется вот температура и максимальная у нас на паяльнике можно выставить больше 450 да не поплавится 480 радуж это конечно дофига для паяльников сейчас будет набирать 480 для такого ну как бы недостаточно там до 320 наверно по крайней мере с моей работой ну и вот это меньше минимальная 200 не нагрел просто начал нагревать да ну да паяльник горячий поверьте на слово греет так теперь фен паяльник пусть остывает теперь фен его так выключаешь и он автоматом остывает включаем фен включили фен стоит 360 градусов тут сразу можно выставить какая тебе надо температура минимальная у нас 100 по моему до 100 это минимальная максимальная тоже на на 400 480 максимально что в паяльнике шуфе не только паяльники минималка 200 давайте выставим там не знаю градусов 200 250 вот выставили 250 и как только вы его сняли он включился и если слышно зашумел пошел набор температуры 250 вот уже можно волосы сушить довольно таки уже и кудрусь а можно закрутили не мощность и скорость лучше будет слышно обороты запах нового пошел да и так вы поработали положили он сразу не выключается вентилятор вентилятор дует да пока до 100 градусов до 100 градусов у нас ты нет и на 100 градусов ну чтоб не спалилась спираль нагревательная на 100 градусов он отключится сам тут кнопку нажимать нельзя пока он не выключится тут когда он выключится вот ну и тут что у нас остался блок питания включаем вот вот у нас 0 вольт вот наши шнурочки ну что тут элементарное что могу показать все сфен потух можно выключать это мигающий режим что они в режиме ожидания но допустим 0 я сейчас поставил на напряжение отсюда la и вот крутите крутилочку а надо что тут переключить выход вот вольт и 2 вольт и 3 вольт 9 и так сколько там вам надо выставить до 15 вольт 15 с половиной вольт это дело можно элементарно проверить обычным тестером и так же самое мы можем проверить обычным обычной батарейка сейчас это метод было включаем его на постоянку там на 20 вольт ставим его и вот что ну чтобы тут вот это дело все там не тыкать на тестер я это достану и вот у нас черный вот у нас красный вот вот видно видно ну где-то погрешность надо еще калибровка тут есть надо посмотреть почитать перевести инструкция на английском вот тут 15 5 тут 14 и 9 показывает ну где то есть погрешность или приборе или в тестере и вот по ходу уменьшения вот выставим там вот так вот 8 и 8 тут 8 и 5 8 на 8 и 6 если округлить где-то на сколько-то там десяток 4 и 6 то 4 55 на 5 соток вот 00 нормально 2 и 6 ну как бы 2 и 6 ну короче надо проверить ну в принципе нормально для работы что она у тебя тебе не надо допустим теперь искать блок питания там подать у тебя но тут все под рукой и проверим то что можно им померить до 30 вольт до до 38 до 35 вольт переключаем наши штукерку тут переключаем а это же амперы но амперы ток при нагрузке показывается я нагрузки нет у меня пока не показывает а там уже платах схемах сопротивления надо какой-то лампочка чтобы посмотреть ток всего только так вот аккумулятор минус и плюс и вот мы видим напряжение 4 вольта удобно удобно что-то где-то померять не доставая тестер у тебя все под рукой до 35 вольт пожалуйста удобно классно но такая штука хочу не до 15 до 15 он выдает а меряет больше до 15 ампера он выдает померить можно то есть и 5 минут так сделано врат подарку да теперь надо поработать что-то попаять спаять что-то сделать и кстати остыла но остыла уже рукой как бы так вот держать можно ну что понравился тебе день рождения да классный день рождения все понравилось спасибо всем гостям я уже домашним переоделся еще до сих пор не перед сейчас пойдем ванну все ребятки всем всего хорошего доброй тихой ночи увидимся с вами очень скоро всем спасибо еще раз за поздравления по возможности еще отвечу регине уже ответил на своем канале она мне поздравил я и ответил спасибо большое всем пока пока